Что уж роднит Китайскую Народную Республику с Российской Федерацией, это вопрос авторских прав. В этом, наверное, неразрывная русско-китайская связь состоит. После вступления в ВТО вопрос перестал быть абстрактным и стал очень практическим. — Столкнулись ли Вы уже в Вашей практике с этой проблемой в плане того, что дела к Вам приходят, ожидаете ли Вы нового вала их в силу членства ВТО? — У нас довольно много дел по интеллектуальной собственности. Не случайно мы предложили создать специализированный суд по интеллектуальным правам. И иностранные инвесторы довольно часто обращаются с соответствующими требованиями. Здесь в основном бывают два основных случая. Это регистрация иностранных объектов интеллектуальной собственности российскими предприятиями на себя. И второе — мимикрия брендов, которые пользуются некоторые российские предприниматели. И по той, и по другой категории дел у нас есть довольно обширная судебная практика. Мне достаточно вспомнить известное дело, связанное с компанией Ваширон Константин, где была сформирована правовая позиция, что нельзя мимикрировать даже на тех секторах рынка, где производители друг с другом не соприкасаются. Потому что один производит часы и ювелирные украшения, а другой одежду производил в Российской Федерации. И тем не менее этот знак был аннулирован. И вопросы мимикрии и использования, они достались, конечно, нам из 90-х годов. И с тех пор довольно много чего было расчищено в этой сфере. И иностранные правообладатели очень часто выигрывают по такого рода делам и защищают свои права. — Ну, здесь вообще надо добавить одну вещь про особенности российской жизни. Конечно, потребительская революция, которая у нас произошла за последние 10-12 лет, такова, что времена, когда фирму Пума называли фирмой Рита. Это к вопросу о Кириллице. Я приношу свои извинения переводчикам. Это невозможно перевести в синхронистом. Невозможно. Но мы помним, как Пума была Ритой и что из этого получилось. — Я могу констатировать, что сейчас уже практически все российские инвесторы, и иностранные, и российские, тщательно решают вопросы защиты интеллектуальной собственности. Они думают, какой бренд зарегистрировать, будет ли он оформлен. Все заранее проверяют. Это означает, что это стало элементом бизнеса в России. На это все обращают внимание, и это же одновременно является элементом конкурентной борьбы. Потому что есть способ выбить участника рынка с него, просто лишь попытавшись аннулировать его бренд. И такие ситуации мы тоже видим. Продолжение следует...